приветствую вас на библейском портале экзогета здравствуйте мы посвящаем эту встречу теме о трудных местах священного писания сегодня приступим к исключительно важному отрывку 6 главе евангелия от иоанна мы прочитываем те речи спасителя которые не могли понять его слушатели подобно тому как никодим в его беседе с иисусом или самарянка у колодца не сразу понь постигали духовную суть слов иисуса им не мешало внимание в житейским смыслом ограниченность земными интересами в том важнейшем эпизоде который мы сегодня перечнем из 6 главы иоанна слушатели даже отреагировали так какие странные слова кто может это слушать по-гречески звучит еще речи склороз то есть жесткие трудные так так что с этого момента многие отошли от него тем которые наоборот хотят ближе приблизиться ко христу иисус не отходите от него из-за трудно понимаемых слов следует вчитаться в текст 6 главы максимально внимательно и не однажды для сегодняшнего чтения выберем слова спасителя о хлебе жизни а вкушение его плоти и крови это ключевые слова важнейшего таинства евхаристии и так после умножения хлебов когда иисус накормил множество народа пятью хлебами двумя рыбками люди устремились к нему чтобы это чудесное кормление продолжилось иисус же сказал собравшимся старайтесь не о пище тленный на пище пребывающей в жизнь вечную которую даст вам сын человеческий ибо на нем положили печать свою отец бог и так сказали что нам делать чтобы творить волю дела божьи иисус сказал им ответ вот дело божье чтобы вы веровали в того кого он послал на это сказали ему какой же ты дашь знамени чтобы мы увидели и поверили тебе что ты делаешь отцы наши ели в ману пустыне как написано хлеб с неба дал им есть иисус же сказал им истинно истинно говорю вам не моисей дал вам хлеб с него отец мой дает вам истинный хлеб с небес ибо хлеб божий есть тот который сходит с небес и дает жизнь миру на это сказали ему господи подай нам всегда такой хлеб иисус же сказал я ищем хлеб жизни приходящий ко мне не будет толкать и верующий в меня не будет жаживать никогда. Разроптали на него иудеи за то, что он сказал, «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили, не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес? Иисус сказал нам в ответ, «Не ропщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши елеману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою? Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий моё плоти, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоти моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий моё плоти, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем». Многие из учеников его, слыша то, говорили, «Какие странные слова! Кто может это слушать?» С того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не ходите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «О, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни!» И мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога и Живака. Господь прежде всего напоминает людям, что настоящая жизнь, стоящая предельных усилий, – это жизнь вечная. Разве возможна совершенная радость жизни, если знаем, что смерть – её неизбежный результат? Помните, что сказал Бог богачу ещё более разбогатевшему? «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут! Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так, в Евангелии от Луки. Вспомним мы слова из книги Бытия, обращённые к Адаму, отпадшему от Бога. Господь говорит ему, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратившись в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Так от Адама и до конца времён невозможно получать хлеб без труда, и питает нас такой хлеб только для временного существования. На самом деле безумием является не задумывать свою вечную жизнь, не желать её, хотя бы и не зная, как обрести. Ищущие найдут, и алчущие насытятся. И слов Спасителя мы знаем, во-первых, что воля Божия в том, чтобы человек вошёл в жизнь вечную, то есть, чтобы преодолено было следствие грехопадения, смерти. И во-вторых, что человеку возможно обрести жизнь вечную, её даст Иисус Христос, воплотившийся Бог. В этой речи Спасителя к иудейскому народу много общего с беседой с Никодимом и Самарянкой. Тоже непонимание высшего духовного смысла его слов и привязанность к швейтейскому пониманию, к земному интересу. Иоанн Златоуст говорил, «Люди привязаны к делам мира сего. Даже готовые довериться ему, иудеи уточняют условия свои выгоды, награды на небесах. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Ответ Иисуса. «Чтобы вы уверовали в того, кого Он послал». Из этого ответа должно быть ясно, что ни с какими делами не сравнится дело веры. Ведь в этом случае мы преодолеваем сопротивление не внешних препятствий, а собственную косность от Адама унаследованную и нами же самими приумноженную отчуждённость от Бога. Вспомним апостола Павла, который учил, что человек оправдывается не делами закона, а только веру его Христа Иисуса. Жизнь апостолов, мучеников, всех праведников показывает нам, какой богатырский труд – дело веры. Вера – это верность, а верность солдатская, супружеская, дружеская, нелегко даётся. Вера – это и доверие, а доверие невозможно без сердечной чистоты и любви. Нельзя забывать слова спасителя в его молитве к Отцу. Это в Евангелии от Иоанна, в 17 главе. «Сидя же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого Бога и посланного тобою, Иисуса Христа». Сколько же нам внутренних препятствий надо преодолеть, чтобы в нас восторжествовала вера? Вместо доверия к нему иудеи требуют знамения, то есть подтверждения слов. Поверить на слово можно только тому, кому совершенно доверяешь, потому что любишь. Этого в слушателях нет. Вопрос, конечно, есть ли в нас. Можем ли мы доверить Иисусу Христу свою жизнь без всяких условий, только из любви к нему? Трудный вопрос. Пусть стоимость наша на его отвечает и примет решение, как жить дальше. Итак, Иудеи напоминают ему о чудесах во время исхода из Египта. Напоминают о мане с неба. Их по-прежнему увлекает мысль о даровой сытости. И слова Иисуса о себе, как о хлебе жизни вечной, им невнятны. Жизнь вечная – это не то, чего они ищут. Они не различают в нём истинный свет. В них не пробуждается тяга, любовь, а потому и доверие к Иисусу. Они слушают, но не научаются. Слова Спасителя о его плоти, которая будет принесена в жертву, говорят иудеям о жертве, через которую человек помиряется с Богом. Это действие хорошо им знакомое. Когда часть принесённой жертвы сжигалась для Бога, а часть съедалась участниками в знак примирения с Богом. Но слова о крови странны, ведь кровь несёт в себе жизнь, и пить её запрещалось. Но Господь повторяет, «Плоть моя истинно есть пища и кровь моя истинно есть питье, едущая мою плоть и пьющая мою кровь пребывает во мне и я в нём». Господь говорит о такой жертве, которая никак не сравнима с прежними жертвами, ни языческими, ни иудейскими. При общении его плоти и крови человек в Боге пребывает, и Бог в нём. человек входит в самую божественную жизнь. Не объяснить, не выразить это образами или богословскими выводами невозможно. Вспомним, однако, что в таинственном крещении, которое соединяет нас с церковью, с жизнью Христа, произносятся слова из послания апостола Павла Кремлина «Крестившиеся во Христа, во Христа облеклись», то есть вошли в Него. И он же, апостол Павел пишет, «Уже не я живу, но живёт во мне Христос». Именно в этот момент испытывается способность слушающих уверовать до конца. И с Иисусом остаются немногие. С этого момента многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. А для тех, кто подобно Петру скажут, «Мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога, живаго», для них начнётся жизнь вечная, открывается Царство Божие. Оно познаётся непосредством слов, но живым опытом таинства, которому приобщаемся мы в литургии, в евхаристическом таинстве. О том, как совершается в евхаристическом таинстве сказанное Иисусом Христом, именно вот исполняется сказанное в этих словах Евангелия Теана, и как этим таинством удостоверяется актуальность всего Писания, от книги «Бытия» до книги «Апокалипсиса». Об этом мы поговорим в следующей беседе. До следующей встречи. До свидания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Апокалипсиса».